Уборка, выкладка товара и работа весь день теперь только в перчатках и масках. Так сейчас обязаны трудиться продавцы. Соблюдают ли условия, проверяет специальная комиссия. Дезинфекция помещения должна быть каждые два часа. А также необходимо протирать столы, дверные ручки и всё, к чему прикасается человек. Посетителям объявление – быть в масках. Масочный режим для покупателей – это самое сложное. Потому что люди этого не понимают, они на нас ругаются. И девчонок тут, меня даже проклинали на той неделе бабулечки, что перчатки обязательно. Маски ещё более-менее соблюдают перчатками вообще проблема. Но мы можем это предоставить своим покупателям, поэтому более-менее обходимся без инцидентов. Специалисты из административной комиссии отмечают, что должен быть антисептик для рук. К нему сертификат или доказательство, что куплен в местах спецпродаж. Это касается и средства для обработки помещений. В одном магазине комиссия не нашла журнал по измерению температуры сотрудников. В другом возникли вопросы по дезинфекции. Причём по многим точкам это повторные рейды. В основном повторные проверки нацелены на устранение замечаний, которые выявляются в процессе рейдов. Но получилось так, что вот зашли повторно в магазин, в котором изначально было всё в порядке. Ну а на сегодняшний день замечания оказались актуальными. В целом за сегодняшний день и минувшие выходные в Уссурийской административной комиссии выявили более 200 нарушений. Материалы по несоблюдению дезинфекции сегодня передали в Роспотребнадзор. В городе могут закрыть 4 магазина.